На пересечении Пермяковой-Федюнинского меняют схему движения транспорта. Потоки с основной магистрали переключают на боковые проезды. На месте дежурят сотрудники ДПС, они регулируют движение. Да, на проблемном участке объездно сейчас находится наша съемочная группа. Александра Сосновская в том числе. Саша, здравствуй, как обстановка и почему было принято решение так кардинально поменять схему? Здравствуйте, коллеги. Обстановка на перекрестке непростая. Схема пока не работает. Переключение потоков идет поэтапно. Вот сейчас мы видим, что происходит. Подрядчики устанавливают ограждение. Светофор уже демонтировали. И потоки сейчас регулируют сотрудники ДПС. Они помогают водителям разобраться в сложившейся ситуации. Уже через несколько часов буквально схема заработает на полную мощность. Скажем так, вместо шести потоков привычных водителям останется только два. Собственно, такие кардинальные изменения связаны со строительством двухуровневой развязки. Почему была выбрана именно такая схема движения транспорта, мы узнали у заместителя главного инженера компании «Мостострой-11» Витрия Лучинского. Давайте послушаем, как он объяснил выбор такой схемы. Сама конструкция путепровода занимает опорами сегодняшнюю ширину проезжей части. Для того, чтобы построить срок нам путепровод, нам нужно освободить всю ширину проезжей части. Расчет какой? Освободив площадку, пустить движение по временному проезду, сделанному из железобетонных плит сбоку. Цель главная – выполнить опоры и пролеты путепровода. И еще несколько факторов. Здесь идет газ, кольцо Тюмени, который должен быть переустроен. Тоже после окончания топительного сезона. Перед тем, как выйти в эфир, нам удалось пообщаться с водителями, которые сейчас находятся в пробках. Вы знаете, они относятся с пониманием к происходящему. Добавлю лишь то, что перекресток по новому принципу будет работать до 1 июня. Поэтому желаю всем водителям этого микрорайона только терпение. Студия. Спасибо, Александра. Но еще раз предупреждаем, что на объездной сегодня изменилась схема движения транспорта. Чтобы не попасть в пробку, лучше выбирать все-таки пути объезда.